Если Бог настолько всесилен и всемогущ, чтобы сотворить это бесконечное мироздание, не думаю, чтобы Он сделал вас Своим воином. Вы чересчур для этого малы. Вы можете нанести вред другому человеку и, конечно же, другим животным, растениям, деревьям. Находясь здесь, на этой крошечной планете, вы можете сходить с ума и даже сбрасывать чертову ядерную бомбу. Но во Вселенной ничего не случится. Вы слишком малы. Это так. Так что не думаю, чтобы Создатель сделал вас Своими воинами. Давайте рассмотрим желание Рама-де-Вигару. Пожалуйста, заручитесь смелостью, чтобы взглянуть на это очень серьезно. Скажем, до того, как на эту планету пришли люди. Многие глупцы верят, что мир начался исключительно с появления людей. Но сегодня любой школьник знает, что это не так. Мир, существа, растения, деревья и тараканы. Все они были здесь намного раньше нас, за миллиард лет до нас. То есть, вы верите, что, когда людей не существовало... На планете Земля был Бог? Даже сейчас, если все человечество ляжет спать на два часа, каждый человек... Вы считаете, что где-то будет Бог? Бог, таким, как мы его знаем. Это продукт человеческого ума. Разумеется, мы с вами не создавали эту Вселенную. Это мы знаем. Но само представление о том, что там наверху сидит большой человек и делает все это, является продуктом детского ума. Я хочу, чтобы дамы помнили, что Бог — это мужчина. Рама Девигару. Чтобы ты помнила. Он — мужчина. К счастью, в индийской культуре. Мы сами создаем богов, потому что мы подходим к этому осознанно. В целях гендерного равенства мы создали богов мужского и женского пола. Но нужно понять, что везде, где люди верят, что Бог действительно находится там наверху, и что Он создал вас, существует только Бог мужского пола. В этой стране мы освоили технологию создания богов. Что это значит? Прежде всего, это культура, в которой нет концепции Бога. Бога нет. Все те, кому вы поклоняетесь, — это иконы прошлого. Возьмите Шиву, Раму, Кришну, кого угодно, Будду. Это все люди, которые когда-то ходили по этой земле. Пережили всю драму жизненных невзгод, больше, чем вы. Но поскольку они стали настолько значимыми, мы воспринимаем их как источник вдохновения для лучшей жизни. Что для людей естественно? Стремиться к чему-то, что сделает вас лучше. Есть что-то лучшее, чем вы, и вы равняетесь на это. Таким образом вы можете улучшить себя. Это хорошее стремление. Но изобретать что-то, а потом верить в это, — это трагедия человечества. Потому что, по сути, это происходит из фундаментального уровня самообмана. Вы не хотите осознать «чего я не знаю», «того не знаю». Недостаток смирения и честности. Вы верите в то, чего не знаете. Как только вы говорите «я верю», мы должны быть осторожны, потому что то, во что вы верите, более священно, чем сама реальность. То, во что вы верите, важнее самого существования. То, во что вы верите, важнее самого явления жизни вокруг вас. Потому что это ваша вера. И, конечно, ваша вера даже больше, чем творение и Создатель. Хотя, позвольте мне изменить термин. Если я скажу «Создатель», видите, Садгура тоже верующий. Язык ограничен в выражениях. Мы можем сказать «источник мироздания». Источник. Тоже не совсем верное слово, потому что вы думаете, что он находится где-то в одном месте. Но факт в том, что ни вы, ни я не создавали это существование. Оно было здесь до того, как пришли вы и я. Не вините меня за это, хорошо? Не я все это сделал. Сказав все это, в чем же цель создания богов? Во-первых, слава Бог никогда не существовало в этой стране. Мы смотрим только на то, как заставить все работать. Потому что в этой культуре вам всегда говорили, что ваша жизнь — это ваша карма. Карма означает ваши действия. Когда я говорю «это моя карма», это значит «это то, что я сделал». Моя жизнь — моя карма. Значит, моя жизнь — мое творение. Это прекрасно — это мое творение. Ужасно — мое творение. Сейчас я радуюсь — это мое творение. Я несчастлив — мое творение. Понимание того, что то, как вы сейчас переживаете свою жизнь, полностью — ваше творение. Теперь люди говорят «но кто-то богат, кто-то беден, почему это так? Это тоже мое творение. Он родился в богатой семье, я родился в бедной». Все эти богатые, бедные, вся эта чепуха есть только потому, что вы сравниваете себя с кем-то. Если вы сидите здесь, ваш жизненный опыт — это полностью ваше творение. Физическая ситуация зависит от времени, в котором мы живем, от географической локации, в которой мы родились. Все это не важно. даже пещерный человек, который, вероятно, всегда был в социальной изоляции, потому что вокруг никого не было. Даже ему были знакомы та же радость и страдания, которую знаете вы. не потому, потому что фондовый рынок поднимался или падал. Сегодня у него была удачная охота, и он такой. Завтра он ищет повсюду, но ничего не находит. Он испытывает стресс и несчастье. С точки зрения опыта человеческой жизни ничего не изменилось. Отдельные люди либо радостны, либо несчастны. Им либо приятно, либо нет. Поскольку мы считали субъективное измерение жизни гораздо более важным, чем физическое устройство жизни вокруг нас, мы в основном описывали качество жизни как субъективное измерение, потому что ваше переживание жизни — это качество вашей жизни. В каком доме вы живете, какую одежду носите, сколько у вас денег в банке, вирус не проверяет все это. Да? Если он добирается до вас, вы не можете дышать. О, у него много денег, оставлю-ка я его в покое. Таких исключений нет. Потому что такова природа жизни. Вот как мы смотрим на это. Неважно, насколько вы благоустроены физически, то, насколько вы радостны, насколько несчастны, насколько приятен ваш жизненный опыт, насколько он неприятен. это ваша карма. Итак, зная это, мы начали разрабатывать инструменты, с помощью которых мы можем улучшить наш жизненный опыт, потому что мы поняли, что само это тело — механизм. Мы поняли, что этот человеческий механизм лучше, чем у таракана, лучше, чем у собаки, лучше даже, чем у тигра, хотя многие люди хотят называть себя тиграми или как-то еще. С точки зрения эволюции, это шаг назад. Никто не говорит, «Я обезьяна». Но люди идут еще дальше в прошлое и говорят, «Я кобра». «Я тигр». Ничего, это их выбор. Я не... Это их личный выбор. У меня нет претензий, но с точки зрения эволюции, это шаг назад. Поскольку мы осознали, что это превосходный механизм или более продвинутый механизм, что он способен на больше, чем мы полагали, мы осознали, что можем создавать еще больше механизмов, подобных нам. Допустим, вы были бы созданы как это дерево. Я так говорю не потому, что дерево толстое, не поэтому. Но если бы вы были даже как это дерево, придумали бы вы велосипед? Велосипед был придуман только потому, что мы можем двигаться. Если нужно двигаться быстрее, вы бежите. Но это все еще недостаточно быстро. Вы хотите двигаться быстрее. Поэтому вы придумали велосипед. Если бы вы были созданы как дерево, какими бы разумными вы ни были, вы бы не придумали велосипед, поскольку это для вас было бы неактуально. Но поскольку вы можете двигаться и вы хотите двигаться быстрее, вы придумываете механизм. Такой механизм или такая машина называется янтра. так что мы начали создавать разного рода янтры. В физическом мире есть велосипед, мотоцикл, машина, самолет. Теперь и космические корабли летают повсюду, но это во внешнем мире. В субъективных измерениях мы начали создавать инструменты или машины или янтры. В северных регионах страны потому что на равнинах севера Индии не осталось ни одного древнего храма. Все они были стерты с лица земли во время вторжений. Здесь и там они построили небольшие храмы вместо утерянных. Им этого хватает. Только в Гималаях или далеко на востоке, куда захватчики не дошли, можно увидеть древние храмы такие как Камакья или Утаркаши или Гупткаши. До этих древних храмов захватчики не дошли. Но основная часть равнина Ганга, Пенджаб, Гуджрат, там все храмы были стерты с лица земли. Только на юге Индии можно увидеть древние храмы и на востоке, например, в Пуре и еще в нескольких других местах. Там, где остались древние храмы, вы увидите, что в этой части страны мы называем божество или сегодня из английского языка мы начали называть это Бог или Янтра. Использование этого слова до сих пор превалирует на юге Индии. Мы называем божество Янтра. Это означает, что мы называем божество машиной. Мы зовем его машиной, потому что машина это сложное сочетание форм. Форма это Янтра. Базовой формой всегда считался треугольник. От него произошло много сложных форм, и мы приспособили их работать нам на благо. Существует очень много измерений этого, которые сложно рассмотреть, когда время ограничено, но чтобы дать вам контекст, с помощью этих измерений можно открыть новые возможности, новое окно в мироздании. Вы ничего не изобретаете. Вы только улучшаете свои инструменты восприятия, так что вы можете испытать и ощутить измерения, которые в других условиях вы бы не испытали. Как сегодня, с помощью телескопа, вы способны увидеть то, что не смогли бы увидеть невооруженным глазом. За счет чего мы вообще знаем, что вирус существует? За счет микроскопа мы можем видеть то, что в противном случае мы бы не увидели невооруженным глазом. Если бы вирус появился 100, 200 или 500 лет назад, большинство людей во многих частях мира считали бы, что таково желание Бога. Бог сердится на нас и поэтому так нас убивает. И так они и думали. Сегодня, поскольку наше восприятие усилено благодаря созданным нами машинам, мы знаем, что это определенный тип вируса, какова его природа, какого он цвета, на всех телеканалах показывают этот вирус. Мы знаем его облик, форму, цвет, все. Таким же образом, мы открыли эту возможность в субъективных измерениях. Во многих отношениях это может быть использовано очень эффективным способом. Так появились божества. В этом контексте я сказал, что нам известна технология создания Бога. У нас есть Байрови, у нас есть Диана Линга. Спросите людей, каково их переживание Дэви и Диана Линги. Для многих людей они больше, чем их жизнь, потому что они открыли измерения, которые те никогда не представляли возможными в своей жизни. Найдутся люди, которые спросят, да что же они там открыли? Откуда вам знать? Как вы узнаете? Если я смотрю в телескоп и говорю, я вижу то, это, и вы говорите, нет, у тебя просто длинная металлическая трубка. и ты дурачишь нас. Пока вы сами не посмотрите туда, вы не будете знать. Но здесь нужен не глаз, нужно вложить в это свое сердце, иначе вы не будете знать. В любом случае, для всего, что вы видите, что вы осознаете сегодня, необходимо подтверждение запада. романуджам у вас появился случайно из романуджама просто изливалась математика. Люди не могли в это поверить, откуда все это берется, потому что люди все еще пытаются расшифровать и разобраться в том, что он сказал более века назад. Он даже дал своего рода математическую основу концепции или реальности черных дыр. Когда в научном сообществе еще не было такого понятия как черная дыра, он дал ей математическое обоснование. Из него просто изливалась математика. Люди спрашивали, откуда все это? Он говорил, моя Деви источает математику. Он использовал Деви, чтобы открыть математическое измерение. Если вы не знаете, в этой культуре для каждого аспекта жизни у нас есть определенное божество для всего. Потому что смысл в том, чтобы найти доступ, создать инструмент, создать окно или создать механизм, с помощью которого вы могли бы достичь этого измерения жизни. Так что в этой культуре мы верим только в одно — в остроту человеческого мышления для создания множества возможностей. Нет такого, что человек поднимает глаза к небу и говорит, «О Боже, спаси меня, защити меня». Это началось не так давно, потому что все начали утверждать, что Бог заботится о нас. Так что нам тоже нужно было что-то придумать. Другими словами, мы всегда говорили об этом, называя это нашей кармой. Либо вы делаете свою жизнь чудесной, либо делаете ее несчастной. Все зависит от вас самих. Больше никто не вмешивается в вашу жизнь. Это ваша карма. Никто, ни ваш отец, ни ваша мать, ни бог, ни ангелы, никто ничего не может с вами сделать. Вы можете использовать все для создания своего благополучия, но по сути это ваша карма. Ваши родители это один ингредиент, ваши дети могут быть другим ингредиентом, ваш супруг еще одним, ваш храм, молитва, мантра, ваша йога, все это разные составляющие жизни. Вы можете использовать их, чтобы превратить это в замечательную частичку жизни, или вы можете использовать их, чтобы превратить это в несчастную частичку жизни. Итак, основываясь на этом, существует наука о создании Бога, технология создания Бога. Но из-за сегодняшней глупой логики, когда я говорю глупая логика, я имею в виду, что зачаточная логика на уровне детского сада распространяется на все аспекты жизни. Это не делается научным сообществом. это делается целой кучей идиотов, которые считают себя учеными. Все, что они прочитали, это, вероятно, школьный учебник по физике. Больше они ничего не видели, но будут все отрицать просто потому, что у них такое примитивное чувство логики. Со всей своей логикой вы все еще не знаете, из чего вы сделаны, какова природа вашего существования, о чем же вы говорите. Вы видите все, слышите все, пытаетесь ловить запах, пробуете все на вкус, чтобы понять, как устроен этот механизм. Попугаи не видят мир таким, как видите его вы. Собаки не видят мир таким, каким его видите вы. Они даже слышат не так, как слышите вы. здесь так много существ, которые ощущают мир совершенно по-другому. Итак, сейчас весь ваш мир. Я не говорю о научном сообществе. Те простые ученые, которые активно постят в социальных сетях, они не понимают. Основа их науки базируется на фундаментальной идее, что все мироздание ориентировано на человека. Но человек вовсе не является центральной фигурой в мироздании. Все эти ватсап ученые и религиозные люди считают, что мироздание создано ради человека. Нет, оно не ориентировано на человека. Если завтра вся солнечная система испарится, в этом мироздании все по-прежнему будет хорошо. Так что не нужно так много обсуждать этот вирус. Просто оставайтесь живыми, оставайтесь здоровыми, оставайтесь живыми. вирус. 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 Вирус.